Желаем удачи командам. С кого начнем? Давай! С Афера. Человека, который очень хорошо отыгрывает эту серию. Возможно, он знает, что надо делать. Уже какие-то интересные вещи какие-то демонстрирует, которые нечасто увидишь. Пытался сам РПГ скинуть. В принципе, у него, кстати, это получилось? Отделает вообще. Отлично, надобряем такое. Да, ну и Афера, это прям как ультимативный солдат, который против ПГ умеет обращаться и стреляет хорошо. Еще и с физикой. Бывает у многих игроков перекос по что-то одно. Афера, 3 кила сделал и умер. Это неплохо. Нафер. Контроль РП сейчас в СФ теперь. Еще. Главное, пока контроль есть, развить преимущество. Потому что тут очень... Потому что карта просторная, очень тяжело фраги делать. Если кто-то сделает большой отрыв, то можно потом за 20 минут его не отыграть. Можно в глухой оборону сесть, там в доме или все одето и все. Да, просто не лезть особо. Ты заколебешься искать оппонентов. Но тут, получается, бред тоже хорошо сейчас отыгрывают. Давай. А, его убили. Сразу как только на него переключили. Сглазил. Как раз таки аферы выдал серию небольшую. А я вот переключалась между игроками из пола преда. Не могу он как найти. Как раз потому что его погубили. Пред хочет в РПГ зайти, а там кто-то стоял, комфортно. Контроль сейчас статичный класс. У них два РПГ на земле. Ой, что, бред, не получилось шарф ускорить. Небольшая отсечка стучилась. Но, в принципе, он немного прогнал противника, забрал РПГ. Очень удачно сыграл. Еще и убить мудрил бы. Если честно, фишер как-то ошибся. Он какую-то... не очень такую вещь сделал. С пистолета полез. Не очень я понял, что он хотел. Ну, фишер у нас спам взял. В РПГ пойдет. Ну, здесь в доме есть смысл от спамы. У нас это узкие. Фишер отдал Аперу РПГ. Ну, да, в этом есть смысл. Фишер отдал Аперу РПГ. Лучше ты не справишься, я так понял. Ну, да, в этом есть смысл. У вас, ручка, что с РПГ владеет. У нас есть смысл. После сейфов вроде был шанс. Преимущество развить, но как-то... А потеряли контроль они. Да, причем как-то немного неприятно. Получилось, и еще... Я что-то так долго убивал, но при этом хорошо на отлыш попал. Да, при этом в аркаду есть, если играть, и это получилось, мне кажется. Если так на зря туда идти, то не сладает. Ну, кстати, неужели... Уже за эти три минуты несколько раз так сделал. Тут салон залетел. Ну да. Теперь вот так вот. Причем с дроби, если у него вообще не пошло, как-то он очень плохо там попадал, то очень... При этом сильно с тарбалета попал. Свертухи первый раз сбил броню. И добил. Опять же с тарбалета пришил. Ну, арбалет это же коронная... Да. Многие, кстати, тоже старые игроки... Ну, вот Яндекс просто с тарбалета тоже стреляет, я заметил. Ну, это вот такая фишка. Новые игроки в основном больше на кольца полагают, это старый либо дробовик, если это где-то 11 годов игроки, которые тогда вот хорошенько их катали. Зят, 11 годов. Если стареют, то там какой-нибудь тарбалет, рпг. На тем временем, кстати, обрыв сокращает, но не лишь один праг. При этом у СССР-Концовая. Показать свое превосходство на достойную силу подарить. Фишер пытался подкрасться, но немного не получилось. Афер живет под рпг. А нет, уже не живет. При этом развитие мущества, что-то уже равное. Взял ракетку. Но, к сожалению, подпустил Фишера в упор и упал вниз. Ошибся немного с ракетой, но при этом очень хорошо. Даже не отбил, а просто как-то ударил по гранате, чтобы эти таймеры я его убил. Сентр у нас взял рпг. Душит кого-то. Все ракеты выпустил, пока душил. Предлагаю за центре посмотреть теперь. Тактическая пауза. Класс, наверное. Я думаю, Фишер как раз таки поэтому и взял, потому что опять то же самое, что и на Декое, когда Лайфера идет игра, но Фишер вообще не может себя найти на этой карте. И тем временем стоит заметить, что Пред очень хорошо играет. У него КД отличная практически тройка. Тройка. Хотя счет при этом равный. Казалось бы. Тоже... Магия ДМа. Иногда... Мало, что один игрок три КД настреливает. Надо, чтобы второй помогал. Поэтому... Предлагаю тогда посмотреть, получится у Сентр это сделать или нет. Сентр потратил. Сентр прям... Он прям не жалеет. Да. Ой, еще шарф. Хорошо, Сентр убил. Ну, кстати, Фишера легко читать, потому что там Кольт, и он сразу заходит пикать. А еще это... В центре, получается, услышал то, что бронику взяли. В этом месте. И сразу по звуку туда ускорил шарф. И, получается, сделал хил. И мы вот когда против Фишера играли, за это он постоянно с вот этих вот дверей выходил. И пиков с Кольтом. Ну, по сути, что еще остается? О! Хорошо, в центре сыграл тоже. Он хоть и умер, но смог максимум выжить из ситуации достаточно неудобной. О, там те... Обидно. Да. Там обидно то, что преды перед этим убили. То, что центр так хорошо залетел, но... Они контроль при этом потеряли. И еще такой скользкий то, что... Какая-нибудь ошибка небольшая в этом участке. То, что... Центр не смог убить, получается, Фишер и гранаты. А там вылетел афер и, получается... Подстраховал своего напарника. Бред взял РПГ, вот сделал килл. Пока они центр гоняли все там на улице. Перед стихаря прошел и РПГ забрал. Не фишер при этом хорошо сыграл по итогу. Разобрался с ситуацией. Контроль снова красным переходит. Ну, хорошие две гранаты сыграли и все. Да. Очень обидно получилось. Центр не смог коробку убить. Фишер раз. Снёс хп, но... Мало этого было. В этом сразу же умер. Нелепо. Умудрился убить Фишера. Ой. У меня саппера. В средствах смерти. Это что мы предом. При этом. Ну, довольно-таки пульс про action для такой карты идёт. Постоянно какие-то замесы. Очень открытая игра, я бы сказал. На удивление. Обычно... Я думаю, он будет, да, закрыто играть более. Просто вот счёт 30-26. На сайте часто бывает такой счёт к концу игры. Тут прошло до 7 минут всего лишь. Но при этом опять же вот Сахар выходит, ставит голову. Фишер ещё со спины приходит. И... Разница теперь всего лишь у 2 кг. При этом нет контроля. Отличная граната справа. Ну, они всю группу расторажат. Я просто увижу такой... Типа... Да, какой-то арожат. Где-то непостоянный в центре. Тоже... Аркадный даже какой-то, я бы сказал. В принципе, не надо делать. Пытаться противниками. Не дать расслабиться. А именно постоянно пушить. Ну, да то, что самое обидное для двух команд получается, что как только они берут контроль, как-то нелепо получается кто-то умирает. И... не получается преимущество развить до конца. Только РП кто-то берёт, и постоянно там пару килов делают, умирают. Там особо не зарядишься, не брони не соберёт. Вот сейчас и ССР нормально играет. Скажи, не понял сразу, кто-то по нему фишер стрелял. Как раз это та дверь, про которую говорю, он пламбит. Там, в принципе, по звуку, где-то мог развернуться, тогда сразу ракета стоит. Но при этом он... с балкончика... Да, на улице настигает. Видишь? Ракета сразу... Уронил РПГ. Очень-очень неудачно. И граната, граната. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Как-то много неровностей и много тесных. Как-то много неровностей и много тесных. Тесных комнатах, в которых они постоянно встречаются. На улице. При этом... Физика, физика подводит. Что-то вроде... Кто-то в центре коробкой попадёт, не убивает. Лег-пред как-то тоже так попал. Лег-пред как-то тоже так попал. Лег-пред с сейфом тоже не смог убить. А счёт тем временем вообще... Рукой подать. Снова. И контроля опять нет. Вот опять же, как я и говорил, сколько выбили контроль, опять какая-то ситуация неловкая произошла. Когда преда скинули, получается, РПГ выбили. И всё, контроль опять потух. Очень нервная игра, мне кажется. Да, сейчас про это затишье на карте наступило. Конечно, ребята на вести кью стоят просто с РПГ. И смотрят всё. Ооо, фигня граната. О боже. Что-либо сделал в центре? Убил Сафера. Само убил его. Это что, шанс, если у преда убить? Ооо, ещё пред бьет фишера. Ну, это... 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 Это закрепит в доме. Офиг пытается пробить того, кто РПГ взял. Это был пред, он его убил. Ооо, ещё фишер. Возможно, кстати, пред не взял, да, РПГ. Вот он только зарескался, и это... Завтра шире его забрал. Эт, и центр помогает. На первом этаже. Хороший выстрел от вреда. Хэршот ставит по фишеру, но потом... Запутался в кнопках, немного попал разок с кольта, и нет, не разобрался такое оружие взять, чтобы добить. Начал кольт перезаряжать, в итоге погиб. Сентрис полу РПГ подобрал, а Афер на него напал в комнатке опять тесла. Причём с магноном. Как ему это удобно вообще делать? Мне кажется, Афер вообще бесстрашный человек. Он очень уверен... Очень уверенно в своих силах, просто вышел вреда сейфом снес. Как будто так и надо. Забрал РПГ. Отрыв всего-то один фраг. Теперь ничья. Да-да. За крут вообще идеальный прям... В лицо. Не знаю. Ну, он прям прочитал, где находится противник, при этом ещё с его умудрился не затеять, потому что Афер рядом стрелял, да? Не, ну Афер сейчас хорошо играет. Теперь держи. Афер, да. Афер очень хорошо держит. Пред тут как тут. Да, предмастер это без ничего, гранатами создать максимальный какой-то импакт. Опять продемонстрировал. Угу. Угу. Да, очень близкая игра. Тут опять же, когда такая близкая игра, напряжение очень сильное, потому что кто-нибудь ошибку сделает, респы и всё. Можно сделать отрыв, который уже не получится вернуть, потому что время тает, а вот 8 минут осталось уже. Игра за экватор перевалила. На контроле при этом. Как-то такого уверенного нет, потому что Афер вот там спокойно прохачивается, крены кидают. Да, да. Уже. Там ещё Афер, когда стрелял по спине, там один из, получается, синих, не понял, что происходит, как-то спиной встал. В итоге Фишер вышел, просто двоих забрал. Очень неудачно получилось. Фишер расставил РПГ. Возможно, это на руку сейчас ССФ будет, если пред с Афером изберёт. А, РПГ получил. О, отлично. Фишер, наверное, зря в крен кинул, спалился раньше времени, просто не получил. На контроле опять за ССФ в этом доме. Опять ничья у нас. Опять ничья, да. Ну, возможно, в этой игре как-то будут допы. Ну, допы — это самое стрессовое, что может быть. Такое время. Да. Одна ошибка, и всё. Вот ССФ выпал из дома, зашёл на первый этаж. Но преда уже убивают в этот момент. В центре на размене. Второго не стал забирать. Очень скользкая игра. Фишер, как Афера, так же шкерит всё. Ну, РПГ забрал, Прэд вроде. Забрал. Угу, в центре тоже 2 хп. Очень обидно. Ну, если Прэд делает килл с РПГ. Ну, сейчас таки укрепились в этой позиции ССФ. В центре было 2 хп, он в дом пошёл зачем-то. Сознаешься по моему ученики. Он хотя может... Он может скооперироваться тогда с твоим тиммейтом оружием. Но вот это очень обидно получилось, потому что теперь он опять пошёл в дом. Но... Тут Фишера с дробью в упор. Там шансов не было. Опять респаун. В центре немного как-то... Фишер очень обидно убивает, я бы сказал. То, что несколько раз так получилось. То, что Фишер вроде ловит респаун, он... Но не может его реализовать. Умирает от центра как раз. А время-то уже 5 минут осталось с половиной. А ведут ССФ. Ну, так-то, конечно, зафиксил. Пытается... Нивелировать... Преимущество. Стоит отметить, что Прэд очень хорошо играет, судя по счёту. Тут немного... Немного не хватает центра, конечно, в этой игре. Ну, правда, сейчас с двух сторон зажили. Снизу и обошли его. Примерно. Примерно. Ну, Прэд пришёл на помощь. Не, ну, кеймплей, наверное, всех играет. Сразу видно. Они пытаются... Утимальную информацию использовать. И опять счёт сравнялся. Прэду не повезло немного. То, что у него вроде хорошая... Ситуация была, но не было оружия, с которым можно было бы её реализовать. В итоге, просто... Убегать. Отжираться. Первый ССФ оказались на месте дим-класс. Тоже пытаются... Очень обидно. Сейчас Прэд умер. Ракета в центре предназначалась. Просто на халяву спать. А у него всё равно сзади был противник. Три фрага перевес на стороне кин-класс. Смотрю, что там у афера. Афер. Лоха побегает по дому. И знает, что он умер. Со спама. Интересно, что тут будет СФ делать. Прокитка граната прилетела, походу, через потолок. Ну да. И вообще мало. У афера, у пифера. Там по 300-160 хп. А, это Прэд пытаются прострелить, короче. Под стволками. Через крышу дома. Очень хорошо, Афер. Пес попал. На реакцию. Тут уже немного нервы даже, мне кажется. Поддают то, что прячут. Выше неждан. Да. Просто Прэду не ждали, сейчас он получает аферу. Ой, афера Фишеру. По спине стрелял, но он не смог в контактах попасть. И в итоге умер. И уже... Ну я думаю, сейчас тут переломный момент в этой игре видим. Вообще по сути. Три минуты до конца и... Да. Кто-то делает. По-честному, тем класс даже сейчас ломиться не может никуда. Они могут просто встать на улице где-нибудь. Но тем временем они наоборот преимущество наращивают. И возможно... Тут тоже как бы интрига по телу не умирает. Я понял, мне кажется. Убраняю. А нет. Все-таки выбили. А, и Аферлоу хп. Ну это странная спенденция. У Фишера постоянно смогло в такие высокие места заходить. Я до сих пор вот каждый раз, когда на него переключаюсь, смотрю. Думаю, блин, это как вообще? Почему он на уверенности не заходит с шотганом? Что за выбор таких приоритетов? Как раз, он адепт 357-го магнера. Да, да. Убраняю. Вот все-таки что-то у меня подсоединяю. Убраняю. Я думаю, если я совсем ничего не придумаю, я уже сказал честно, уже мне кажется, что времени не хватает. Ну да, если даже они сейчас выберут контроль, они просто не раскратятся. Да, в красном просто нет смысла даже лезть. А тут получается так, что СФ и контроль-то захватить не могут, а время дает, а отрыв большой. Еще бы очень предательский афер, не умирая вообще никак тут не будет. Угу. Ну, не мой аромат. Да. Там была возможность собрать ресурсы. И опять же... Не, ну, при 1 респе афера поймал. Ой, еще хочу, что Фишеру. Смотрите, сейчас хорошо запустите. Шансы, мне кажется, есть, если... Очень обидно то, что Фишер так убил. Ну, тут нужно, мне нужно прям поднажать, потому что типа сейчас, типа уже потом, никогда. Да, уже контроли тут нет смысла, надо бежать на улицу искать их. И РПГ выронил фред. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Афер просто как со злости зарез просто сразу скальтом побежал. Поставил первый хэдшот с вертухи, второй поставил. Ну, мне кажется, то, что только что похоронные виски были от афера. Уже времени вообще не остается, еще и Фишер укрепляет преимущество. Афер до конца. Была надежда. К сожалению, чуть-чуть не хватило поднажать концовки. В итоге вместо камбэка отрыв до 10 увеличился, а времени уже совсем не остается. Секунд всего лишь. Угу. Фраг престижа увидим еще какой-то. Рикошетили всю карту от Фреда или... Напоследок. Да. Ну вот тут фраг самоубийства престижа Фишер сделал. Очень-очень неудачно он самоубился, но... К счастью, для Team Class это уже ни на что абсолютно не влияет. Да, буквально в конце, за 3 минуты решила, что... Да. Очень близкая игра была, но вот как раз это одна ошибка, одно неудачное действие. И в итоге красные побеждают. И, как я понимаю, они уже все, выиграли. Мне тоже кажется, да. Типа, 3-1. Но... Почему? Сейчас было 1-1. И сейчас 2-1 уже стало. А они же преимущество уже, потому что... А есть сетки верхние, и у них один фраг. Одно очко сразу сдается. Да, и вот они выиграли две карты. Получат счет 3-1. Но, если честно, стоит отдать должное. СССР. То, что они сражались и не проиграли слава. Потому что, если брать голый скилл, голую стрельбу, то... Красные, то бишь Team Class очень сильно превосходили своих оппонентов. Канг. Ты чей такой сутой? Да я обойсрал. А чей так напряжен весь. Я есть не закончил. Ну, грубо говоря, всего-то 10 килов, чем у вас выиграли. Ну, 15 пусть там будет. Если полностью все три карты суммировать. Что, в принципе, можно сказать, достаточно близкая игра. Здравствуйте, друзья. Я снова с вами. Что? Как вообще у вас дела? Я смотрел стрим, постоянно присутствовал. Игры действительно были достаточно интересные. Причем, что мне показалось, на картах с РПГ SF действительно чувствовали себя увереннее. Это то, о чем ты говорил, что опытные игроки могут играть от этого оружия. И на Зейте достаточно близкая была игра. Я бы сказал, что она была прям ноздря в ноздрю вплоть до 15 минуты. Но в последнее время, в последние минуты все-таки Афер и Фишер подсобрались. И немножко не повезло SF. И поэтому они выигрывают турнир таким образом.